Anto Skyrun. Верхняя модель кроссовок в линейке Anto для бега по пересеченной местности. Кроссовки получили пену промежуточной подошвы Nitro Edge Tech, карбоновую пластину необычной формы и протектор Vibro Mega Grip Light Base с технологией Traction Lock. Верх сделан из прочной однослойной сетки с большим полимерным усилением в зоне пальцев и вокруг стопы. Для зашнурования используется система быстрой шнуровки. Язычок с боков закреплен широкими стропами, которые уходят под стельку, а сама стелька комбинированная, сделана из эво-пены и пены Artalite. Пятка средней жесткости с большим количеством набивки в верхней части и зоне лодыжки. Толщина подошвы в пятке 28,5 мм, в передней части стопы 24,5 мм, перепад 4 мм. Вес в моем размере 9,5 US равен 333 грамм. Это не первые трейловые кроссовки Anto, которые ко мне попадают, но первые на самом деле интересные именно с точки зрения более-менее серьезного трейлранинга. Кроссовки хорошо работают на пересеченной местности, дают отличное чувство поверхности и при этом они достаточно динамичны. Пена Nitro Edge очень напоминает ту, которая была в марафонках C202. Она более плотная относительно той, что сейчас использует компания в своих стартовых кроссовках, но при этом с хорошими свойствами по рассеиванию ударной нагрузки и возврату энергии. Довольно хорошо подходит под нужды трейлранинга, так как не делает кроссовки излишне мягкими, что позволяет комфортно передвигаться по мягкому грунту. При этом такая пена более долговечна и лучше сопротивляется механическим повреждениям, что особенно важно в трейлранинге. Карбоновая пластина размещена между слоями пены, не похожа на ту, что используют в шоссейных кроссовках. Тут у нее 4 длинных луча в передней части стопы и 3 коротких в зоне пят. Такая конструкция позволяет сохранить баланс между динамикой, амортизацией и дать лучшее чувство поверхности и работу на технических участках, чем применение стандартной полноразмерной пластины. Прежде всего, вилкообразная форма пластины в зоне пятки увеличивает амортизацию кроссовок. И это потому, что у вас под пяткой здесь просто-напросто больше пены получается, которая во время бега, в том числе бега со спуска, может спокойно деформироваться без каких-то дополнительных препятствий в виде той самой пластины, которая так или иначе, если бы она была, она бы делала более жесткую пятку. В свою очередь, мягкая пятка, она лучше деформируется в разных местах при беге со спуска и тем самым делает бег более плавным, более комфортным. Лучи, которые находятся по бокам пятки, они добавляют больше стабильности кроссовкам в целом, при этом не сильно меняя амортизацию подошв. В передней части стопы подошва тоже чуть более мягкая, именно в сравнении с классическими шоссейными кроссовками с пластиной, потому что здесь каждый сегмент пластины может работать отдельно, что позволяет подошве деформироваться в разных местах и просто вести себя более стабильно. Преодолевать сложные каменистые участки в таких кроссовках проще еще и потому, что стопа получает больше информации от поверхности. Нет вот этой полной изоляции от поверхности, которая дает стандартная полноценная пластина. Но защита стопы в то же время от острых камней и сучков, она здесь все-таки намного лучше, чем в кроссовках без пластины. Пластина работает и на улучшение торсионной жесткости, кроссовки довольно жесткие на скручивание и, собственно, на сгибание тоже, но они все еще не настолько жесткие, чтобы быть дискомфортными на сложных участках. За улучшение общей стабильности тут отвечает и широкая колодка в зоне пятки и передней части стопы, плюс пена промежуточной подошвы снаружи поднимается выше стопы, обхватывая ее по кругу. Все это минимизирует подвороты стопы внутрь или наружу. Свою лепту в стабильность вносит и небольшой перепад между пяткой и стопой, что делает пятку ближе к земле, а значит более устойчивую. Ну и из-за такой конструкции подошвы пластина здесь размещена более полога, если мы опять-таки сравниваем с шоссейными кроссовками. И работает она здесь вот в этом промежутке в плане продвижения спортсмена вперед максимально эффективно. И происходит это в основном именно в конце шага. Это своего рода получается компромисс между комфортным бегом именно по неровным поверхностям и помощью, которая получается от пластины, когда вы бежите по более-менее ровным, пологим участкам трассы. То есть пластина здесь, конечно же, работает, но просто-напросто не так агрессивно, как даже в тех же самых Jordan Shenzhen, на которые я делал обзор вот буквально недавно. Там работа пластины больше похожа на то, как работает она в шоссейных кроссовках, но от этого есть и свои минусы. Если интересно, можете посмотреть ролик в подсказочке. Основная фиксация стопы происходит в зоне пятки и лодыжки. Фиксация в средней части стопы не такая хорошая, но она компенсируется хорошей стабильностью подошвы и частично широкими тропами язычка по бокам, которые делают посадку стопы более плотной и комфортной. Прочность верха и защита от мусора на очень хорошем уровне. Сверху шнуровки есть специальная сетка, которая препятствует попаданию внутрь кроссовка, камней и песка. А большие полимерные накладки надежно защищают сетку верха от разрыва. В передней части стопы верх умеренно широкий, по объему места очень много, бегать в длительные тренировки комфортно. Пальцам ничего не мешает, спортсменам с узкой стопой может не хватать фиксации в средней части стопы. Сетка верха здесь очень похожа на ту, что была в Ante Great Mountain. И изначально я подумал, что она будет плохо вентилироваться. Но оказалось, что эта сетка не имеет подкладочки вот этой внутренней, которая была в Great Mountain как раз, и которая и делала кроссовки более теплыми, и верх, ну, он очень плохо продувался. Здесь же ситуация обратная. Сетка получилась тоньше без подкладки. Продувается очень хорошо, но при этом она сохраняет свою прочность. А учитывая, что здесь очень большие полимерные накладки в зоне носка и вокруг стопы, то, в принципе, без проблем можно лезть в этих кроссовках в бурелом или какой-то курумник, не боясь, что сетка будет быстро рваться. Ну, вот у этой полимерной защиты есть и обратная сторона. Так как сетка очень хорошо продувается и очень хорошо пропускает влагу, я это понял, побегав в сырую погоду, влаге очень сложно выйти из кроссовка обратно самостоятельно. Потому что вот эти вот полимерные бортики, они, в принципе, могут вас и защищать, когда вы наступаете там на влажную траву или в какую-то лужу, то есть они защищают от попадания влаги внутрь. Но если она туда все-таки попадает сверху, как у меня это было вот сейчас вот в оттепель, то эти же бортики, они мешают влаге оттуда и вылиться. Потому что у вас получается, что и промежуточная подошва достаточно высокая, она выше стопы и борты высокие, и никаких отверстий для дренажа здесь нет. Ну и, собственно, нам тут с вами стоит перейти к стельке. Смотрите на эту стельку, ничего не напоминает. В одном из прошлых видео про кроссовки Анто я как раз говорил, что им хорошо бы обратиться к Соломон за консультацией по поводу трейловой обуви. И мне кажется, что все-таки они обратились. Вот такая стелька комбинированная из Ортолайт и задника из Эво пены. Она хорошо знакома любителям обуви Соломон и очень хорошо себя зарекомендовала, как удобная, износостойкая, надежная конструкция. Но в то же время вот эта вот часть, средняя часть пены Ортолайт, она хорошо впитывает влагу и не очень хорошо отдает ее обратно. И получается, что если вы зачерпнули воды в этих кроссовках, то вот эта вот ламинация не дает полностью уйти всей влаге из кроссовка. А вот эта вот стелечка, которая хорошо впитывает дополнительно влагу, еще больше препятствует этому. И получается, что скорее всего до конца тренировки вы будете бежать в кроссовках и слышать как минимум хлюпающие звуки. Но как максимум это будет вот этот вот влажный дискомфорт, который будет постоянно находиться внутри кроссовка. Ну а теперь давайте больше поговорим про хороший момент. И это подметка Vibro Mega Grip Light Base, которая сделана из очень цепкой резины и дает великолепное сцепление на большинстве поверхностей, даже мокрых. Не хочу ее перехвалить, потому что в зимнюю погоду я не смог испытать сцепление на всех типах поверхности. Но вот теперь на еще замерзшей скользкой земле она работает отлично. Шипы треугольной формы позволяют хорошо контролировать движение, и во всех случаях бег со спуска или в подъем проходит без проскальзывания и смещения кроссовка в сторону. Так что подметка тут и правда по-хорошему очень порадовала. Единственный момент, что видно, насколько вот она сама по себе мягкая. И тут точно понятно, что износ на асфальте или каких-то жестких поверхностях, он будет значительно выше. Нужно это понимать и стараться максимально использовать кроссовки именно на трейле. Ну и из таких немного неприятных моментов стоит выделить вот эту вот большую прорезь. В ней ничего застревать не будет, это точно, потому что она довольно большая, края такие покатые. Но вот здесь очень близко находится карбоновая пластина, и вы точно будете тереться ей о камне, и она будет издавать неприятный звук. Ну и немного лично о моей боли. Это быстрая шнуровка в трейловых кроссовках. Я понимаю, что так уж повелось в индустрии, и вот это вот плюс-минус является с одной стороны стандартом в кроссовках для бега по пересеченной местности. С другой стороны, это такая отличительная черта именно трейловой обуви. Но здесь у меня вопрос, так же как и к другим производителям трейловых кроссовок с быстрой шнуровкой. Как мне воспользоваться вот этим вот кармашком, в который, по идее, я должен класть кончики этих шнурков, если я шнурую вот прямо вот так вот сверху? Вот как это должно быть? Окей, если, как все говорите, я опускаю шнуровку вниз и все же запихиваю ее в карман, я ослабляю шнуровку, иначе карман недоступен. Значит, вот тут мне уже не хватает затяжения, а это дискомфорт. Плюс вот тут топорщится язычок, и в эти места значительно больше попадает мусора. А зимой снег, а когда я зашнуриваю вот так, то ничего не топорщится. Посадка отличная и все комфортно. Короче, я заправляю хвостик вот сюда. Это намного проще. В общем, несмотря на мое брюзжание по поводу вот этой быстрой шнуровки, кроссовки в целом получились довольно классными. Они очень хорошо работают на пересеченной местности и подойдут для использования на тренировках и соревнованиях по трейлраннингу, и также для использования кроссовок в Среднегорье. Потому что у них хорошая защита стопы от внешних воздействий, довольно неплохое именно для трейловых кроссовок с пластиной чувство поверхности, которое помогает более комфортно передвигаться по сложным участкам. Не толстая подошва, которая очень хорошо справляется с ударной нагрузкой и за счет пластины добавляет динамики в те моменты, когда вы бежите по ровным участкам. Стоимость кроссовок в момент выхода в продажу была порядка 20 тысяч рублей, что для верхних моделей кроссовок цена, ну, не то что немалая, но, скажем так, довольно адекватная. Сейчас на официальном сайте кроссовки продаются за 14 тысяч рублей, и вот это предложение, я считаю, ну, просто отлично. Перед покупкой обязательно постарайтесь примерить кроссовки, чтобы избежать нюансов с размером и посадкой, я брал свой стандартный 9,5 US, и здесь все очень хорошо подошло, как и в других кроссовках. С удовольствием почитаю ваши мысли по поводу трейловой обуви с карбоновой пластиной. А с вами был Кирилл Цветков в обзоре спортивной экипировки. Всем бег, пока! Субтитры подогнал «Симон»